Ворошили свой скарб, готовясь к путешествию на запад. Мужчины действовали без всяких сожалений, ведь вся прошлая жизнь пошла на смарку. Но женщины знали, что прошлое еще не раз подаст им свой голос. Да, как интересно здесь все. Перепутанное прошлое и настоящее будущее. И вот что, как часто бывает, у мужчин меньше сожалений об этом. А женщины, они все-таки больше вкладываются в это все эмоционально и чувственно. И они больше прокручивают, это проваривают в своем сердце. И вот эта прошлая жизнь пошла на смарку. Так часто и человек останавливается и думает, я проиграл тебе жизнь. Вот моя одна жизнь закончилась, и показалось, что все было как-то скомканно, и все было как-то не так. Но что же там в новой жизни? И вот следующая цитата. Разве мы сможем начать новую жизнь? Жизнь начинает только ребенок, а мы с тобой. У нас все позади. Минутные вспышки гнева, тысячи картин, встающих из прошлого. Это мы. Поля, красные поля. Это мы. Проливные дожди, пыль, засуха. Это мы. Нам уже не начать жизнь заново. Злоба, которую мы продали скупщику вместе с рухлядью, она будет с ним, но не уйдет и от нас. И то, как хозяева велели нам убираться с земли, это тоже останется с нами. И то, как трактор своротил злобу. И настанет день, когда все армии ослабленных пойдут по одному пути, и они будут шагать в ногу, и путь, чтоб их будет грозный. И арендаторы возвращались домой, волоча ноги в красной пыли. Этот образ красной пыли, он просоченный на протяжении всего романа, как красная нить. И вот здесь как раз и зашито то, что вшито в названии. Их поступ будет грозный. Грозди от неба. Их злоба. Наши обиды. Поэтому это просто не передать, когда трактор убирает твой дом. Сносит его просто. Когда земля, которой ты отдал полжизни, собирает тебя, лишает этого. И ты остаешься без ничего. Стертый с лица земли. Вместе со своим домом, со своей жизнью и своим любимым делом. Как это все убрать, вычеркнуть из себя? Это говорит о том, когда семья Тома, отец, продавал пожитки. И они очень мало торговали, потому что он сказал, нас обманули. И вот они остались с этим разочарованием. И еще немножко. Вот эти вещи, когда люди перебирают и думают, что же взять с собой? Ну что оставить? Какие-то такие письма, открытки, ангелочки. То, что давало наполнение жизни. И вот как Стейнбек и это вшивает в канву романа. Женщины сидели среди обреченных на гибель вещей. Перебирали их. Оглядывались в прошлое. Вот книжка. Отцовская. Отец любил книги. Странствия пилигрима. Часто читал ее. С его надписью. А вот отцовская трубка. Все еще пахнет табаком. А вот картинка. Ангел. Я все на нее смотрела перед первыми тремя родами. Да что-то не помогло. Как, по-твоему, взять эту фарфоровую собачку? Тетя Сэдди привезла ее с выставки в Сан-Луисе. Видишь? Так и написано. Да нет. Не стоит. Письмо от брата писал за день до смерти. Шляпа старомодная с перьями. Никогда ее не носила. Ах. Нет. Некуда сунуть. Как же мы будем жить, когда у нас отняли жизнь? Как мы узнаем самих себя, когда у нас отняли прошлое? Нет. Брось. Сашки. Они сидели, глядя на эти вещи, и старались выжечь их, как клеймо, у себя в памяти. Как же дальше, когда не будешь знать землю за порогом своего дома? Или проснешься среди ночи и знаешь? Знаешь, что Ивы нет. Разве ты можешь жить без Ивы? Нет, не можешь. Ива, это ты. Боль, которая терзала тебя вон на том матраце. Мучительная, нестерпимая боль. Это ты. И вдруг их охватило беспокойство. Надо поскорее трогаться, ждать нельзя. Ждать больше нельзя. И они свалили посреди двора оставшийся скарб. И поджигали его. Они стояли и смотрели на огонь, потом с лихорадочной быстротой принимали сгрузить вещи на машину. И уезжали, скрывались в пыли, и пыль долго стояла в воздухе, поднятая перегруженными машинами.